Здравствуйте, молодой человек! Рада видеть дорогого. В детстве я очень активный был, и мне, честно, было все равно, куда идти. Я шел, куда возьмут, но взяли в баскетбол. В баскетболе все было намного интереснее, чем в остальных секциях. Тренер был серьезный, потому что такой подход нигде я больше не встречал на то время. Я очень хорошо помню. Я вот не знаю, помнит ли он, как я его захомутала в баскетбол. Помнишь, как я в класс пришла? Да, и родителям звонили. Короче, я его пошантажировала, если честно сказать. Зашла в класс, набираю детей, и все, ну маленькие-маленькие. А тут захожу, встают дети, здравствуйте, и смотрю, на последней парте мое стоит. Я, естественно, всегда приходите к нему прямым ходом. И на ушко ему тихонько говорю, а ты обязательно. А если не придешь, я скажу твоему учителю, он будет тебе по физкультуре ставить одни дворки. Он такой, хорошо, я приду там, такой вот, и пришел. Ну потом, правда, и с мамой познакомились. Мама гонбалистка бывшая, поэтому мы очень быстро нашли общий язык с ней. Вот, и, ну, непросто были у нас отношения непростые. Даже бросил он меня один раз, попытался. Попытался бросить. Не, ну он, знаете, он, во-первых, умница большая. Он математик хороший, он третье место в школе. Да-да-да, по математике, или олимпиада по математике была третье место занята. Вот, это при всем при том, что у нас был спортивный класс, и нас вечно... Меня вызывали в школу. Не родители, и меня вызывали. Директор не вызывал родителей вообще, все время меня вызывали на них, вот. Но Вадим с математикой дружил, конечно, и он умничка большая. И у нас готовились к первому мини-баскету на республику. И игра была у нас такая, спарринг в спортивной школе, ну, что-то подлинило. Он тяжело ему, он большой был, самый высокий один у меня был такой в команде. Все остальные по категорошек. Вот. И ему тяжеловато, но я что-то разозлилась. Будешь ты, наконец, там играть в баскетбол, когда ты уже для себя решишь, там... Ну, через день приходит, авоську приносит с формой. Ну, я тогда, у меня же сыновья в баскетболе. Я много формы мальчишек своих, ну, старшего сына своего отдавала пацанам формы. Приносит мне авоську там со всей формы постиранное все, чистенькое. И он мне такой заявляет, тренер, вы мне сказали подумать. Так вот, я подумал, пожалуй, баскетбол это не мое. Я заниматься не буду. Я просто, я думала, что я умерла в ту секунду. Нам ехать тут через два дня. А он один такой у меня приходит и мне заявляет, что все. И развернулся и ушел. Я, естественно, маме звоню, говорю, так и так. А на что я ему уйду? На следующий день он вернулся. Ну, тут я тоже, честно скажу, я схитрила. Немножко так говорю, Вадим, все, я понимаю, ты оказал нам огромную честь. Я пацанов подговорил. Говорю, что согласился, все-таки не бросить команду, съездить, сыграть. Все, отыгрываешь и как бы все. И можешь быть свободен. Огромное тебе спасибо, что ты пришел. Ну, как со взрослой, все как положено. Ну, расскажешь, как ты потом сказал мне, что ты остаешься в баскетболе? Честно, я не помню. Не помнишь? Нет. Мы первое место заняли. Мы играли республику свою первую. Им дали медали, грамоты дали. А тогда еще первый раз там, ну, во-первых, первый раз вели видео, снимали игры. И на диски еще. Тогда диски еще. На диски игры сбросили. И тренерам вручили эти диски с этими играми, что они сыграли. И, естественно, это же переписали, каждому диски дали. И огромную коробку печенья с лодочи на команду, как фриз. Ну, а в силу того, что они еще маленькие были, кормила я их. Кормила централизованно, всех кормила, чтобы поели. А денежки, которые остались, говорю, ну, вот, это деньги с питания остались. И деньги вставшиеся им раздала. И он такой, так это что, за первое место вот медали такие? Я говорю, ну, да. И печенье давать будут. Я говорю, ну, не только печенье. Тренер, а деньги. Я говорю, ну, ваше питание, все осталось. Я, пожалуй, и останусь. Такое. Вот, ну, вот, как-то так. Понятно, что и маленькие тоже играют. Но мне большой больше не светил вообще. Поэтому, может, иногда и жестковато было с ним. Потому что доставалось ему от меня. Понятно, он высокий. Малышам давалось все проще, чем ему. Вот. И малыши эти там ходили, ходили. Так, стебались немножко над ним первое время. Но потом я сказала, говорю, знаете что? Подождите. Вот сейчас первое соревнование. Я говорю, как поедем и как вы поймете, что без него вам там вообще ничего не светит. И вот тогда, говорю, имейте в виду, тот, кто ему будет отдавать мячи, тот будет играть. Кто не будет, ему ничего. Будете сидеть на скамейке. Ну, и они уже тогда, стоп, давай, забивай. И они начали тоже его стимулировать. Ну, естественно, когда он тоже почувствовал свои первые очки, значимость свою, понятно, что, да, совсем по-другому все прошло. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой класс. И на восьмой уже поехали в роры, я их отдала. Мы играли своими. Мы играли своими. Очень хотелось мне и прошлые, и позапрошлые годы, чтобы все-таки свой чемпионат мы играли своими. Чтобы родители приходили, чтобы друзья, чтобы знакомые. Вот, ну, все же приходят посмотреть на своих, в первую очередь. Мы страна небольшая, и особенно регионы. Когда играют свои дети, это вот приятно. Приходишь на игры, мама, сидит папа, сидит брат, приходит. Всегда Вадима приходят, болеют, поддерживают. Я стала высчитывать средний возраст команды, смоки. И думаю, да, капитан тут постарше, конечно. А так-то, собственно говоря, молодые совсем мальчишки, это очень радует. Я думаю, что достойно, что при том тяжелейшем сезоне, который у них был, при том, что столько на них свалилось на одних, на самих, когда уехали легионеры, вот, и Лигу ВТБ доигрывать, и включиться уже в чемпионат, и все вот это выдерживать. И реально, я как тренер понимаю, что нет возможности выходить на пик формы к финалам, и что ребята держатся вот на том, что вот есть. И кто-то может и сказать, ну, что вот это там, смоки там, еле-еле там у Могилева. Но это только скажут те, кто не понимают ничего о Бескинбуре. Это только эти скажут. На самом деле, люди, которые понимают, это был огромный труд. Я как представлю, что это за неделю надо два-три перелета сделать, самолеты, отыграть, улететь, сыграть. Тут не восстановились, тут недовосстановились, тут болеем, тут и опять поездка, и опять игры, игры. Это очень тяжело, это очень тяжело. Поэтому ребята, конечно, молодцы. Наверное, на первом месте это будет трудолюбие и терпение. Вот где-то они будут бороться за первое-второе место. И вот его способность быть очень хорошим командным игроком. То есть такой тимплеер, друг для всех. И вот ты всегда хочешь такого человека иметь в команде как тренер. И я думаю, что партнерам тоже очень приятно с таким парнем играть в бок о бок. Ну, во-первых, наверное, трудоспособность такая. Потому что я очень хорошо понимаю, что такое быть высоким человеком. Я сама высокая для девушки. И насколько вот высоким реально намного тяжелее, чем маленький. Поэтому, в первую очередь, трудоспособность. Во-вторую, я бы, наверное, мышление его игровое отметила бы. Потому что я всегда, помнишь, главную фразу, что я говорила в баскетбол? Глупые не играют. Глупые не играют. Дураки не играют. Я им всегда говорила. В баскетбол дураки не играют. В баскетбол играют умные ребята. Ну, в первую очередь, в парк Жилибера. Всем советую. Там очень красиво. Там горки сейчас. Можно покататься. Вот. Второе место. Ну, мне с лучшим моим другом нравится ходить в большой буфет. Там еще называется как-то балкон мира или что-то такое. В общем, в родном. Универмагер, который сверху. Да, да. Там все фоткаются почему-то. Ну, там обозрительная площадка на весь город старый. Ну, и там старый город весь просто сверху видим. Или старый город? Вот. Ну, это два места. Ну, давайте еще старый новый замок. Очень красивые старые постройки. Вот сейчас их отреставрировали. Да. Там экскурсии. Восстановили полностью, да. Очень круто. А, ну, еще есть пожарная часть старая. Как вот с вышкой такой, откуда можно было наблюдать, где огонь горит. КОПЕ Russell У titre, казалось, она сегодня. КОПЕ RЕВСТОРЖЕНИЕ КОПЕ può verm FEL bu. СТОНСКОГstan КОПЕ РЕВСТОРЖЕНИЕ КОПЕ Hoобщero